Нельзя жечь костры ни на улице, ни на приусадебных участках. Нельзя отопить печи, если нет искребесителей. Вот примерно в таком режиме сейчас. Опасная пора. Пожарные асбесты решили предупредить жителей. Сейчас в частном секторе многие пользуются печным отоплением. И неосторожное обращение с огнем может привести к трагедии. Но люди уверены, они знают, как избежать опасности. Не курить в постели. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать пожароопасность. И хотя бы даже огнетушитель смотреть. Однако при этом не у всех в домах есть огнетушитель. Огнеборцы настоятельно рекомендуют его приобрести. Кроме того, они выясняют, исправна ли в домах проводка и есть ли на печи специальный искрогаситель. Тут важна каждая мелочь. Проверяют и знания от бестовцев. Те отвечают, как на экзамене. 011-112. Электроприборы отключить. Потом тушить. А вот что будете делать, если у соседей пожар случится? А вот побегу с ведром, с багром. А кто-то не понаслышке знает о таких ситуациях. Один из жителей рассказывает, что однажды ему пришлось спасать семью из огня. А что, окно разбил, давай вытаскивать детей. В этом году в Азбесте выросло число пожаров. В огне погибло 4 человека, а еще пятеро получили травмы. Поэтому каждую неделю пожарные выходят в рейд и напоминают о правилах безопасности. А также говорят, что теперь нарушения противопожарного режима обойдутся дороже. Вводятся также более строгие штрафные санкции. То есть, если на гражданина штраф накладывается в обычное время 2000 рублей за нарушение пожарной безопасности, то в условиях особого противопожарного режима он вырастает до 4000. Попутно огнеборцы раздают специальные памятки. Они надеются, что жители примут к сведению их рекомендации. Ведь лучше предотвращать пожары, чем тушить. Александра Поддубна, Екатерина Кузнецова, Интернет-ТВ